Здравствуйте, с вами снова я. Сегодня у нас снова подвесон и привода, вторая волна. Вот. Почему вторая волна? Потому что вторая сторона. Вот. И, собственно, я не без плохих новостей. Как вы видите, это сапог другого амортизатора и какой-то еблан, сука, просверлил, блять, в нём дырку нахуй сквозную. Сейчас я как-нибудь... Вон, блять. Сука, вот, блять, надо же было догадаться. Именно поэтому я, блять, кое-как амор вытащил, потому что там всё нахер гнило, блять, там всё внутри сейчас ржавое, то есть это придётся как-то нейтрализатором внутри заливать, придётся, скорее всего, заваривать, потому что... Ну, блять, иначе никак, то есть нарезать резьбу, закручивать болт смысла тоже нет. А вот заварить, как бы... Единственный вариант, придётся, правда, заваривать прям аккуратненько и поверхностным швом, чтобы амортизатор встал без проблем. Вот. Собственно, кстати, вот эта вот сторона. Вот она, разобрал. Поебаться успел супор там, там вот эта, блять, скоба отвалилась, я не сразу догнал, как её ставить. Вот. Да, сука, одного бы хватило. Вот. И, короче, сейчас что делать пока... Не знаю, ну, точнее как, я знаю, сейчас буду привод пока снимать, и потом буду ждать электроды, заваривать. Вот. Вот тут у меня бензиногалуши должно хватить. Перчаточки ещё одни есть. Эти самые облитые резины, вон. Ну, так всё, в принципе. В этой же серии, кстати, будут, скорее всего, и рычаги, и рулевые наконечники, если у меня получится купить уже третий съёмник, который хотя бы одну шаровую с ним. Потому что два съёмника, которые я покупал, один заживало, и он стал неюзабелен, а другой просто у меня лопнул прямо в руках. То есть, его разорвало от нагрузки. Вот. Куплю другой съёмник под названием Гусь. Ну, по крайней мере, сейчас на него коплю денег. Вот. И буду уже пытаться снимать им. Если сниму хотя бы одну шаровую, то выложу в эту серию. Если нет, то нет. Ладно, пошёл снимать привод. Так, ну что ж, это у нас вставочка во вторую волну. Купил я, значит, съёмник. Съёмник Гусь. Вот так вот выглядит. Пытаюсь снять наконечник. Но, короче, пока безуспешно. Наконечник не вылазит. Съёмник Вилка не помогает. Её зажёвывает, её гнёт. Проблема с наконечником Гусьём. Он немного подкручивается. То есть, он прокручивается на месте. И плюс ещё... Я не нашёл... Нет, точнее, нету ключа на 30. То есть, у меня есть головка на 30. А нужен именно ключ. Вот. Сходил я сегодня в магазин. То есть, я вот сейчас только пришёл в гараж. В магазине ключа на 30 тоже не было. Что печально. Вот. Так что сейчас буду варить. То есть, сегодня буду сваркой заниматься. И потом уже найду ключик. И доделаю... Доразберусь со всей этой хералдой дальше. Единственное, придётся, походу, накинуть колесо. Чтобы совсем не залапать тормозной диск. С суппортом. Вот. И съёмник с ним уберу. Вот. Ну, или колесо просто наклоню. Чтобы на резину всё капало. Вот, блядь, ебучая оса, сука. Вот, хули ты ко мне приебалась, блядь? Вон, блядь, они тут летают, нахуй, пидорасы. Всё время. Вот. Получается, сейчас всё заварю. И всё с брызговиками покончено. Останется только, к сожалению, подлатать порожек. Именно подлатать. То есть, у меня пока... Я это сам варить не буду. Потому что я боюсь, что я не так варю порог. То есть, я хотел купить новый порог и приварить. Но... В своих силах я сомневаюсь. Поэтому хотел делать на СТО. На СТО, скажем так, сказали свою цену. Денег у меня пока нет. Вот. Вот. И, соответственно... Соответственно, сейчас придётся вставлять просто лапку, чтобы закрыть дырку. И всё. Так, смотрите. Продолжаем. Подвеска плюс привода. У нас идёт сейчас вторая волна. Собрал я зад. Поставил заднее колесо. Поставил заднюю стойку. Получилось... Произошла снова странная вещь, что... Вроде бы перепрессовывали сайлентблоки. Вот. И в этот раз перепрессовывали без пресса. Вот. Пришлось долго долбить их на СТО на самом. Вот. И... Снова получилось так, что когда я их ставил, как будто погнуло рычаг. Но при этом рычаг не гнули. Вот. И пришлось снова подпиливать втулки самих сайлентблоков. У меня возникает такое ощущение, что... Как бы... Просто-напросто как-то слишком длинные втулки или ещё что-то. Ну, потому что это совсем как-то неправильно. Что каждый раз приходится подпиливать их. Вот. Так же... Ну, кстати, купил обновку. Ну, не обновку, а дополнение к моему набору фаркопа, который уже установлен. Буду перекрашивать. Ну, что ж, это всё. Смотрим дальше. Надеюсь, получится с рычагами. Наконечниками рулевыми разобраться. Здравствуйте, с вами снова я. Точнее, это очередная вставочка и заключительный итог. По итогу, что получается, не удалось снять ни один наконечник, ни один рычаг данным съёмником, который вы видите на экране. Не по причине того, что съёмник не справился. Сейчас расскажу, что получается. Получается так, что я ставлю съёмник на шаровое соединение. В данном случае наконечник рулевой, как минимум. Затягиваю ключиком на 30, дотягиваю до максимума, то есть, дальше уже просто не крутится. Ключ на 30, он очень здоровый, у него очень большой рычаг получается. И даже при этом, при всём, я уже дальше не могу закручивать гайку. Дальше я начинаю долбить по нему, по нижней части, по этой загнутой части, по нижней. И, к сожалению, палец шаровой наконечника даже не выходит. То есть, я продолбил по нему 2 дня, пытался ещё сильнее закрутить. Вообще ничего не происходит. То есть, сам съёмник стоит нормально, ему ничего. То есть, всё снимок. И плюс ещё, я просто уже не знал, что делать. Пытался под шаровую подлить различных жидкостей. То есть, бензин, тормозуху, ничего не помогает. То есть, он как стоял, так и стоит. Вот. Я подумал, что это только на этой шаровой, то есть, только на этом наконечнике. Попытался снять другой, попытался снять рулевую тягу, среднюю, поперечину. Вот. И в итоге абсолютно то же самое. То есть, ничего не выходит. Вот абсолютно. То есть, я кручу, кручу, кручу. Всё уже. Дальше никак нельзя уже дальше гайку прокрутить. То есть, там уже довольно серьёзное давление. Я начинаю стучать, стучать, стучать. И ни на миллиметр не сдвигается. В Дэшке тоже пробовал. Тоже нифига не помогает. Вот. Так что, поеду на СТО. Буду всё это снимать под прессом. Под прессом 100% выйдет. То есть, я там спрашивал у людей. Под прессом всегда выходит. Вот. Ну и по итогу, получается, что было сделано. Перебранные полностью привода на новые пыльники и с новой смазкой. Поменены полностью все аморы. То есть, перебраны все стойки. На старых, правда, пыльниках. Но у меня просто денег нет на это ещё. Вот. В сапоги, кстати, я заливал масло. Заливал масло я автоматное. Ну, потому что оно было. Его много. Вот. Чё ещё такого? А. В этом самом... В сапоге дырку я заварил. Всё нормально. Герметиком шовным там заложил всё. И масло не вытекает. Всё нормально держит. Вот. Это... Последняя серия про подвеску. Всё. Больше я делать уже там ничего не буду. То есть, я уже просто... Ну, мне там нечего делать самому. Просто ничего не откручивается. Причём я пытался не один. Там приходили люди, пытались помочь. Ни в какую. То есть, я пытался ещё помогать гусю съёмникам вилочным, который у меня остался. Его поджевало. Но он ещё был... Ну, как-то хоть. Я пытался им ещё приподнимать всё это дело. Ничего не помню. Чаец. Пытался поддомкрачивать палец. Не выходит. Просто машина поднимается. То есть... То есть, палец настолько крепко там держится, что просто поднимается вся машина. То есть, у меня... Очень большой двухтонный гидравлический домкрат. И я просто им поднимаю на максимум домкрата. Это 55 сантиметров. И просто вся машина поднимается. А палец не выходит. При этом там ещё и давление с гуся идёт. Вот. Так что... Такие вот дела. На данный момент ещё... Ну, так спойлерну немного. Делаю распорку наперед. Также подготовил трубу назад. Чтобы сделать заднюю распорку. Ну, кто не видел на видео, там я уже поставил фаркоп. Полностью прикрутил. Крупил кронштейн под проводку фаркопа. Родной кронштейн. Вот. Забрал капот и ровное крыло. Буду ставить. Вот. Выяснилось, кстати, что одна петля мёртвая. Буду покупать петлю. Вот. Так же ещё буду варить защиту поддона. Ну, скажем так, по самой защите я уже придумал, как делать. То есть там спереди на лонжеронах есть два крепления под неё. Я воспользуюсь ими и буду прикручивать за них. И плюс ещё, по идее, родные крепления есть в поддомократнике переднем. Ой, в подрамнике. Господи, поддомократник. В переднем подрамнике, собственно, ну, передней балке, можно это назвать. По идее, там тоже есть два крепления. Я посмотрел, там, да, есть два отверстия. Два сквозных отверстия. Они ничем не заняты. Вот. И там, по идее, какие-то должны быть вкладыши под резьбу. Но в моём случае там ничего нет. А судя по тому, что у меня немного гнутые шпильки, которые выходят из лонжерона под защиту, то там защита уже стояла. И, видимо, крепление просто вырвали. Плюс у меня и поддон мятый. Его ровняли и варили. Вот. Судя по всему, защита там была, и просто крепление тебя вырвало. К хренам. Вот. Поэтому буду чё делать. Так как подход к балке, в принципе, свободный. Я просто чё сделал. Просто возьму два болта подлиннее. И пущу сквозь саму балку, сквозь подрамник. И прикручу сверху гайкой. До неё добраться без проблем можно как ключом, так и головкой. Именно на М20 могу заметить. Также уже решим проблему с клапаном холостого хода. Пока не буду спойлерить, как именно. Я сделаю отдельное видео по этому. Вот. Ну, собственно, всё. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok